Игнатий Тихонович, вот зашел с таким вопросом, сегодня Православная Церковь празднует праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Можете ли рассказать, что это за праздник и какое он для нас имеет, к нам имеет отношение вообще, что он нам дает этот праздник? Ну я, что о празднике знаю, это с детства от отца. Он говорил, покров, землю, снег покроет. Невесты просят так, Пресвятая Богородица, покрой меня хорошим женишком. Вот такие вопросы. И когда смотришь, вот на форуме, я выставил сегодня, на форуме на нашем, что такое покров? Ничего, нигде нету, что в народе было. Абсолютно нету. Никаких Андреев, никаких Епифаниев. Люди знают, кончились работы на поле. Земля покрыта снегом, она раньше была. Да. 16 сентября у нас престольный праздник, праздник Потерявки. Мы его отправляли даже при снеге. А сейчас не сентябрь, а уже через месяц буквально нет. Так что рассказывать о том, что говорят православные, можно. Но учитывая, что это событие было и установлен праздник спустя тысячу лет, тысячу сотый, там показан, какой князь Андрей Боголюбский установил, возревновал. Так, у них это было, давайте мы отмечать. Больше ничем это не объяснимо. Никак. Поэтому мне приходилось говорить проповедь. И особенно после того, как мы возвращались с одной поездки из Латвии. И как раз на покров оказались в Москве. И решили зайти в греческий храм, помолиться. Помолились, вышел священник проводить нас. Он сразу вышел. Я первый раз вижу, чтобы так истово крестились. И так истово кланились. Вы настоящие верующие? Вот так вот. Мы говорим, а у вас как сегодня? Отмечен день? Какой? Ну, покров. Обманывают, что у нас его отмечают теперь? Никогда не отмечали и никто не отмечал. Таких событий было масса в истории нашего государства. Чего бы ради отмечать-то? Тем более видел юродивый, никто не видел. А видел он или заснул? У них же все это в тихом, тонком сне. Я стал дальше думать. Ну, раз сами греки, у которых это событие было, от Сарасын, то есть от Магометан, как говорится, защитило Божья Матерь белым покровом. А белый покров на свадебное платье похож. Так что и поговорки-то отсюда пошли. Со снимков с икон. Я решил дальше идти. Ну, если довериться, что юродивый сказал, что видение ему было, и что враг отступил, так а почему его не отметить в памяти? Не праздник, а само событие, чтобы о нем рассказать. Но не больше того. Ну, разрешить рыбу есть. Вот сегодня рыба разрешенная. Ну, а дальше-то. Разве в город не вошел враг, отошел? Ну, не лучше ли было отметить сегодня, как сказать, окружение, пленение Паулюса, Сталинградскую битву? Сколько мне времени прошло? Сколько по Торжевам положили-то больше миллионов? Три слоя покойники лежали. Почему не отметить день Прохоровки? Я не за войну, а за то, что это наше, наше близкое. У меня три дяди, материнные родные братья, Макарь, Филарет, Эммануил. Они почти погодки были, бригадирами все. Там ребята, как говорят, кровь с молоком. Сколько их жалели. И как мне известно, они у родильных лафетов были. А может быть, в лесу, где погибли. Все погибли. Отец пришел без руки. Почему это не отметить? Он под Смоленском, в 41-м было. И таких праздников более действенных, более обширных. Тем более, как говорят тамошние современники, явление Божьей Матери при Курской дуге было и немцам. Они это видели. И уже, ну, как у Гидиона. Меч Господа и Гидиона, и больше ничего. И враг был поражен. То есть, отмечать можно, никакого отношения не имея к тому событию, которое было тогда. Ибо хозяева, как бы сказать, те, которые живут там, не отмечают. А мы оттуда все взяли. Вот это незнание Писания, борьба за церковно-славянский язык. У греков она еще круче была. Когда патриарх поддержал перевод на греческий язык, они патриарха убили. У нас хоть до этого не дошло. От греков пришла вот эта казнь, как Федора Белый Клобучок. Отрезали нос епископу. Отрезали губы, выкололи глаза, уши. То есть, это откуда? Это оттуда все. Какие казни? Это все греческое. Табак привезли сюда. А их тут арестовали еще при князе, так сказать, Алексея Михайловича. И отправляли соболей ловить, как говорили в Сибирь. Поэтому проповедь я строил на том, что мы покрыты милостью Божией. Не отрицая благодати Божией данной Пресвятой Богородицы, Преснодеве Марии. Но и все. И припомнить те битвы. Почему не отметить праздником то, что от татар монгольского иго освободились? А еще лучше, когда Тамерлан пришел и ни одной стрелы не пустили. А явление тоже Божьей Матери было. Почему праздника-то нету никакого? Это какой праздник? О, как Сретенье, настолько надуманное. Единственное, что праздновать мог, это Семен Богоприимец. Он говорит, ныне отпущаешь арабат твоего. То есть умирать наконец-то я буду. Я устал уже жить. Нам-то теперь отмечать надо Сретенье со Христом Павла. И каждого свое, было ли оно, тут из этого праздника может столько выжить полезного. Оно на поверхности лежит. Нет, этого нету. А почему? Невозрожденный Синод, невозрожденной Патриархии. Не было встречи со Христом, не было благовестия. Никому нельзя. Было время, когда священникам категорически запрещалось проповедовать даже в храме. Только епископы. Надо додуматься надо. Когда восьмая глава, четвертый стих, считаем мы деяния апостолов, а рассеявшиеся ходили и благовествовали. Не апостолы, а апостолы Златоузгорода остались на самом тяжелом месте гонения, в Иерусалиме. Вся благодать там как бы сконцентрировалась. А благодать, обращающая благодать проповедников, она действовала и через малых детей, через девочку, которая была пленена нейманом. Рассказала об Елисеи пророке. Сегодняшний праздник никакой не праздник. Но подделываясь под этот праздник, мы можем многое сказать. Я припомнил вот такие роковые, можно сказать, даты. И как Господь спас. Почему не отметить? Тем более еще дети, да внуки еще живы тех. Спасибо деду за победу, как пишут сегодня. А мы все родились-то, вот сиротевшие, осиротелые. Все, говорили, 8 миллионов погибло, а потом 16, сейчас остановились на 28. Вот это же большая разница. То есть 5-6 русских за одного немца. Так они на два фронта еще воевали. Ну, это другой разговор, другой. Но на покров покрыл душу мою от нападения дьявола. Когда нападает где-то кто-то, и мы всегда уповаем на милость Божия. А Божья Матерь не сказано, что она будет помогать, ублажать будут. А слово «ублажать» относится отныне, ублажат меня. И неоднократно зарядите в поисковик, увидите. Это обыкновенное слово, то есть назвать благим, добрым, искупленным, счастливым. А не то имя, значение, которое сейчас придается, ублажать будут. То есть никто больше не прикоснется. Ничуть не бывало. И в переводе, и в оригинале везде говорится об ублажении, как о прославлении. Мне готовится венец жизни, который уготовил Господь всем, любящим его. Вот и все. Блаженный нищий духом я блажен. Блаженный плащущий я блажен. Блаженный кроткий все девять блаженцев. Если хоть одно ко мне не подходит, я не его. А почему? Рождение свыше и крещение Духом Святым. Все это открывает и вводит тебя в эти блаженства. И тогда уже о нас можно будет сказать. Защищенный благодатью Божией. И по ходатайству пресно Девы Марии. Написано. Рожденный от Бога не грешит. Православное. Абсолютно неприемлемо это. Ну, 1 Иоанна мы считаем, 4 глава. Так. Согласны? Согласны. Ну, и второе, считаем, послание апостола Иоанна, любимого ученика Христова. Рожденный от Бога не может грешить. Он не только не грешит воздействовать. Он не может. У него столько преград стоит. И главная преграда это любовь к нему. Это страх на втором месте. Был бы холодный и горячий. По любви делали из-за страха. Объяснение это дается где-то. И поэтому из этого праздника можно взять многое. Закончена уборка. А вот кончилось лето. Прошла жатва. А мы не спасены. Взять как бы за помощь, почти за эпиграф, пророка Исаию. И вот тогда мы увидим, как мы покрыты благодатью. За каждую ночь, за каждую минуту, за каждый мимо промелькнувший автомобиль. У него может что-то сорваться. Заснул за рулем. А мы 120 тысяч километров отмахали по всем Европам, в Скандинавии, Прибалтике. И нигде не захлебнулись. А разбитых машин, там рука мертвого торчит из машины. Рассыпанные плывут ящики там. Мы все видели это. А мы пронеслись. Хотя было время однажды, на долю секунды от смерти. Шофер, который сидел за рулем, Сергей. Только выехали. Он то ли заснул, то ли что-то с ним было. По сей день не знаем. Ну я закричал. И в это время, главное, я поднялся вдруг с заднего сидения. К нему склонился. И посмотрел вперед. И гляжу туда. И сразу, как крикнул, сразу повернул влево. Вот подняться надо было. Когда я сзади сижу и сплю, и очнулся бы на том свете. Вот это Бог же делает все. Я его сразу снял в город. Езжай. Такого-то человека привези. А мы уехали не так далеко. Километр, может, 300. Ну а тут до города недалеко. Я пешком ушел в библиотеку. А там все попутно. Мне разговаривать-то трудно. Как только начну говорить, у меня попутно. Больше, чем основное. Идет. Ну, поясняю, о чем речь идет. Итак. Праздник покрова очень хороший. Но только содержание его надо поменять. Применительно к русским. А Синод это может сделать. Тем более, они так любили коммунистов. Столько они празднуют. К вечному огню ходят. Ну, заменить эту всю шушеру одним. Благодарением Богу. И обязательно сказать. И Божья Матерь. Не пятый удел, там, шестой, седьмой. Никаких сказать. Она молитвенница наша. Это даже гадать не надо. И она святая. Это тоже не надо придумывать. А то, что она заходатайся за весь род человеческий. Это церковь все сказала. А мы этого не отрицаем. Тем более, мы православные. Навязывать никому эту мысль не будем. У меня правило. Я десять поклонов ей. Каждый день. Да, семь раз. Считай, сколько я ее помню. Так еще молитва Богородицы. Да еще достойная есть Якова истину. Богородица Дева радует. А Ава Мария. Еще только тут нету. Итак, праздник хороший. Но для людей он ничто. Они не знают. Даже не отрицая видение, которое было там, в Константинополе. Юродивому Андрею и Епифанию, ученику его. Можно сегодня взять историю русского государства. Даже особенно советский период. А сколько было при Суворове погублено. Какие-то большие были битвы. Ну, по тем местам хотя бы сделать и под крестиком это. Зачем он в Италию туда пошел, поперся? А он генералиссимус. Ну и что? У нас своя страна есть. Да стукались. Хватали, хватали. Одним махом все отдали. Все ушло. Никуда. С 72 года статана хватал больше полмиллиона. Биллиарда сожрал, судя по прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева. У нас бы было сегодня 650 миллионов. Пишет на развороте «Комсомольская правда», если большевики не победили в 1917 году. Это действительно так. В каждой семье 10 ребятишек. Это норма была. 10. Страна. А тут сейчас 10. Это только где, может быть, мусульмане? В Татарстане где? Да и тех научили, наверное, уже губить детей. Не знаю. И так об этом празднике скажем. Праздник хороший. Во имя его названо, только решительно, не по тому событию. Я бы вы стали бы отмещать его, что если вот под Прохоровкой самое большое танковое сражение за мировую войну вторую. Ну, как отмечать? Бога поблагодарил. Я даже не знаю, где мои дядя погибли. А под Орлом было, как отступили. Харьков четырежненько. Хватали, отпускали, хватали, отпускали. Захватывали. Тоже, вот я пересчитываю. Ну, конечно. Самые роковые, это вот, которые я назвал, вехи стоят. Начиная с битой под Москвой, Сталинград. Пленение немцев, когда уже завершилось все. И они пошли. Вот и все. Вот такое мое мнение. Ничего больше я не добавляю. Я думаю, что люди, которые даже в церковь мало ходят, они ничего про тот праздник не знают, про то событие. А про это знают. И можно в интернете найти. Вот сколько было, сколько погибших. Какую роль сыграло это сражение вообще на ход войны. Хотя я против войны. И в данном случае я бы не участвовал в ней. Но я рассматриваю, то же событие это рассматривается. Главная победа о том, что люди уверовали. От нападок сатаны сохранил Господь. Не по сильную меру не дал. 1 Коринфянам 10-13. По мере увеличения страданий дает и силы перенести. И вот это все покров. То есть фактически мы слепые. Не знаем, сколько ночью было. Сколько раз сатана замахивался копьем, трезубцем ударить нас. Упали бы мы. Или машина, автобус, самолет пал, как в Иркутске. Только детей привели в детдом. И в это время сверху урухнул самолет. А она только ушла куда-то и теперь ахала. Я же могла задержаться. Дети зашли. Только зашли. И все погибли. Самолет огромный урухнул. И таких самолетов-то мы как раз уже потеряем. И над нами какая-то трасса. Каждый день туда и сюда самолеты идут. Мы по инверсионному следу смотрим. Это Бог покрывает нас. А сколько было замыслов. У меня вот был он. Я специально пришел убить вас. Убить. А в это время жена капитана корабля Фролова зашла в багерскую рубку. Я сидел, готовился к экзаменам. И они отменили это дело. А тут я и уволился. И тогда только боссом он мне это все рассказал. Я увидел в его глазах слезы. И корабль бы во время Штиля замотало. Я бы не так. А в это время, где я обратился, Михаил Анна Еремеева. Пришел один. Он в заключении долго был. Латыш брат. И спросил, а где этот братик? На корабле работает. Они говорят, да где-то в море. А вот в это время я так сравнил. Как раз жена Фролова и зашла в багерскую рубку. И он говорит, у меня так сердце забеспокоилось. Я к вам пришел помолиться за него. Вот как потом события-то слагаешь вместе. Покров. Вот мне отдельно этот покров. Это день бы я. А я так. У меня все сожгли дневники. Какой день, даже не знаю. Знаю, в каком году это было. Вот так. В 63-м году. Мое мнение такое вот. Но кто его будет слушать? Кому оно нужно? Я говорю... Получается, что этот праздник, он в честь события, которое произошло в Греции. И к нам-то не имеет отношения. И греки сами этот праздник не празднуют. То есть его празднуют только в России. Из-за того, что князь Боголюбский, ну так определил, с этого момента пошло. То есть к нам он не имеет отношения вот именно в историческом плане. Это так. Не имеет-то не имеет. Но дело в том, что людей-то не учат. Чтобы они глаза открыли, увидели, что их современники, отцы, деда пережили, что здесь было. Там кому доверяются? Доверяются тому, который под дурака, как говорится, играл. Еродивы-то они. Он видел, а ты видишь. И ни один человек больше не видел. Если это видение, то чего же его прятать? Если оно от Бога, зачем скрывать? А теперь опереться-то не на что. Даже самого праздника того-то, как вот, возвижения. Никакого возвижения не было. Открытие храма Елены. А возвижение это было совершенно в другое время, в другом месте. Как день Петра и Павла. В разные годы, в разные миссисации. А в один день празднуют Петра и Павла 12 июля. Память святитель Василия Великий и Григория Богослова и она Затауста. А разница в десятки лет смерти. Ну, церковь не оспариваем. Мы говорим о том, что надо разъяснять. Мы то и другое отмещаем. Для меня какую роль сыграли святые отцы? А покров в этом смысле. На меня было такое, там, я занимался детьми на улице, вторая строительная, когда ребятишки-то стали другими. А родители мне подметные письма, что доберемся до тебя. А в советское время, это понятно, игры не было никакой. Так что Бог покрывал меня и в пути, и в воздухе. И когда я через океаны летал, это все от Бога. Мне день и ночь надо за покров Божий, который был в отношении меня, славить Бога и Божью Матерь, и святых, и ангелов, и хранителей. А вот еще такой вопрос, Агнатик, значит. Вот у нас в Поволжье, в Казани, в частности, в Православной Церкви, принято субботу перед Покровом. Вот в первую субботу перед Покровом называется Покровская родительская суббота. И в ней, вот по истории, я посмотрел, везде в интернете написано, как она установлена. Установлено то, что установлено при Иване Грозном, при взятии Казани. И в этот день поминаются воины, павшие при взятии Казани. То есть, есть поминание наших войн, то есть, вот, наших как раз конкретно событий. Я не могу понять, что у нас других событий, что ли, нет, которых поминать, кроме как, когда мы взяли Казань. Как к этому относиться? Ну, никак. Есть оно и есть. Я никогда на пустяки эти время не хочу тратить. Из чего Библии нет, о том не рассуждаем. И теперь это такое региональное событие, на чём оно было основано. Это у Бога всё вымерено. Никогда не рассуждаю. Начинаю спорить, да не... Меня не касается. Какая битва у меня идёт каждый день? Первый счёт самим собою. Отвещать, не отвечать. Я во многих местах не знаю. Спрашивать не знаю. Сегодня или завтра ответить. В какое время, не знаю. Это всё имеет значение. Я должен увидеть, дверь приоткрылась и сразу туда войти. Люди, которые не работают с людьми, они... Чё бы ни сказал, тратата в ответ. Надо обдумать. Слышанному дай прорасти, собери плод. Тогда ты увидишь, как авва, памва. Удержи язык, видишь неблаги. Хватит, хватит. Ушёл. Встречаются вместе через рёд. Спрашивают, а что не ходишь на занятия? Я ещё и то не усвоил. Кто хочет видеть неблаги, удержи свой язык от зла и уста свои от лукавых речей. Вот и всё. И рухнут стены сатаны. Я понял. Но не грех ли то, что, допустим, я не отмечаю этот праздник и не участвую в нём? Я его никак не отмечаю. Никак. Тем более мы против войны. Мы знаем, что если человек молится, то всё по-другому. Как Елисей. Ослепил их. Они в войска шли и шли. Открой глаза им. Открыл. Они посреди Сибири стоят. А вокруг войска. Ну и что? Царь сказал, давай побьём их. Он говорит, а ты завоёвывал их. Ты накорми их, напой их. Усади на телеге, да отправь домой. И написано, и сирийцы больше не приходили. Это же новозаветный, евангельский поступок в Ветхом Завете. Дух Ильи вдвойне. Люди спрашивают, а где он? А в этом вдвойне. Он в Ветхозаветный на войну-то пошёл, да никого не убил. Да и врагов-то сделал лояльными. Так что можно пример взять из Покрова. Ну опять кому как. Благодарю вас за ответ. Да, слава Господу. Вот каждое событие по одному слову только. И можно столько взять. Когда готовишься, надо проповедь. У меня на каждую проповедь, я бы ещё сказал. Ну одно, вот даже когда говоришь, священники рты раскрывают. Я говорю, Царю Небесный, Утешитель. Мы всегда пели перед занятиями в университете. И после этого я пояснял эту молитву. Царю Небесный, Утешитель, души истины. Иже везде, и вся исполняя. Сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселися вны. И очисти ины от всяких скверных. Спаси блажи души наши. Всё. Я сказал по 20 минут примерно. У меня двухчасовые занятия были. 60 проповедей. 60. Без повторов. И даже епископу, когда сказал, я говорю, я не знаю, это Бог делает. Они, когда слышали люди, все понимали. Там священники, епископ приходили. Это вы где берёте, епископ? Я на слово Ефот сказал проповедь. А он в алтаре стоял. Он даже потом, где вы берёте такое? Я нигде не считал святых отцов. Я говорю, Владыка, на коленях. Перед Господом моим. В красном углу. Тут Бог и полагает. Конечно, это не просто так. Знаешь, что человек мог бы и не сделал. Я в нём не мог поселить это хотение. Он говорит, не думая о чём. С радующим радуйтесь, с плачущим плачьте. И, наконец, узнал, сплакать намного легче, чем радоваться с радующимся. Тут сразу зависть. Почему ему, а не мне? А чем я хуже? Почему мне Бог не дал? Это я столько лет хотел. Надо то и другое воспринимать равнодушно, не оспаривать глупца, как Пушник писал. Так вот. Благодарю, Игнатий Тихонович. Ну, всё. Тогда сейчас, сегодня я прям этот ролик закачаю и выставим сразу его. Ну, пожалуйста, мне это... Люди допрячутся. А я иду как-то мимо краевой администрации. Ну, мимо прошёл, а тут ёлочки растут. Мужчина идёт элегантно так одетый летом. Остановился потом за мной. А вы не Лапкин? Я говорю, да. О-о-о. А у него фотоаппарат, да серьёзный такой. Он говорит, а можно я вас сфотографирую? Я говорю, ну, я не тороплюсь. Кто-то идёт, он ему надал. А может, я с вами рядом стану? Ну, ещё бы я надувал-то, ну, просто... Ну, ему это, может быть, и надо. Может, где-то появилось. Я говорю, у храма в Софии стоял в Киеве. Там в это время японская шла делегация. Они такие шустрые. Они прям заскочили там с двух сторон. Меня Аяна Паперти стоял здесь. Фотографируют. Они щёлкают только. Только в порт зашли. Рядом стоит епископ русанцев. Валентин был. Такой грозный, представительный жезл. А они к нему не подходят, а ко мне. Я говорю, а кто вы будете? А он так, ломанный язык. Ну, понятно, и Швеция, и то другое. Можно вас сфотографировать? Это настоящая а-ля Русь. А-ля Русь. Я офицерской рубашки обыкновенной, без погон. В сапогах, видавшие все виды. И рюкзачок. И, кажется, военные брюки. Ну, пожалуйста. А он стоит, смотрит, какие у него чувства. Незнакомые люди. И он-то возвышается перед ними, как галяв, перед пигмеем. Как вот этот был, видел там, приезжал сейчас с Москвы, журналист из Санкт-Петербурга. Он метр девяносто пять. Такой вес, борода такая отличная. Ну, и что там говорит? А в снимок поместили и сразу подписали. Давыд и Голиаф. Я говорю, а он пишет сейчас мне, что я, говорит, этот лучший фильм. Готовлю его, говорит. А-то полгода уйдет мне. Она, с чего там полгода делать? Я бы его за десять минут сляпал. А вот нет. И он наснимал этих коротких, маленьких фильмов. Вчера я только увидел. Ни худо, ни бедно. А около трехсот. У него такой аппарат. Он сразу заряжает цифру, видимо. Шесть секунд. Такими вот. Ему, чтобы для дела-то. А документальный фильм только сорок пять минут можно было. Как бы сорок пять часов, тогда бы дело другое. Ну, вот когда все маленькое. Знаешь, надо вести себя тихо. И все время двигаться вперед. Я вот вчера весь день просидел на кустах. Калину собирал. Калина-то ягода очень полезная. Но высоко не залезаешь. А я лестницу и туда за такого. Ну, выше двух метров. Залез туда. И все это обираю, обираю, подтягиваю. Сейчас ведер не хватило. К Надежде Васильевне пошел два ведра выпросил. А теперь кому сколько дать, скорее объявить воскресенье на стол и раздать. Я свободен. У меня калина растет во дворе. Ну, почему не сделать? Тем более этих ранеток мороженых набрал. Три ведра полных. С Сережей. Раскубковым. Тоже кому дать, кому дать. Я не знаю, как не дать-то. Когда люди хотят, допустим. Во Черноплодке приехали. Мы сам видел, как митрополиту два полных ведра в мешок сыпанули. Раздай кому-нибудь, лодыгой. Это же радость такая. Мне нравится высказание Чернышевского Николая Гавриловича. Он говорил, счастье тем большему человеку, чем большему счастливу людей он приносит сам счастье. Поэтому у меня, может, и завистников так много. Ну, как не завидовать-то? У них ничего. Что я говорю? У них нет ничего. Никто их о покрове спрашивать не будет. Я не оригинальничаю. Я говорю это от полноты сердца. Не говорю от чистого. Чистота – это запредельно высокое чувство. Бог знает. Но меня это наполняет. Я говорю, никому не подделываясь. Тем более, я знаю, как возгробщик священники. Ой, он хулил, он там. Я не хулил. Я даже в мыслях не был. Я говорю, его надо приблизить. А приблизить через современные русские события. В которых, если там принимала Божья Матерь, она и здесь принимала. Христос отныне и вовеки тоже. Он ее избрал. Ангел пришел, Дух Святой найдет на тебя. Мы в это верим. Но раз избрал ее, и она взята на небо, то ясно дело, что она заботится о нас. Но надо так. А сектанты приходят, а мы в это не верим. Ну, не верю. Об этом не сказано в Писании, чтобы верили. Ну, и не хулили. Вот эта золотая середина, я так считаю. Все в Библии нет, о том я рассуждаю, тем более навязывая другому. Но сказать мы можем. Все у меня. Еще тогда один вопрос, Игорь 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 Игорь, по поводу мытарств. Это православное учение мытарств. Вы можете рассказать, есть ли какие-то указания, какие-то намеки о нем в Библии? И верите ли вы в ВИЧНО, ну, ЛИЧНО ВЫ в НЕГО? Иначе бы я молитву не составил, Господи, Ангелу, Ангел-Хранитель. Не покинь вас в смертный час, когда душа будет разлучать с тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. Вот, это мои слова, их в интернете сейчас повторяют. Это страшно. Это Феодора Цареградская и жития Василия Нового, у которого ученик Григорий был. Ну, и она считала жития, знаю, откуда это все. В Библии ни одного слова на это нет. Это сразу скажем. Далее, не верить, совсем отрицать, тоже не можем. Потому что, по частям, то, что там написано, у обмиравших людях и умиравших, воскресших, это было. Они проходили, исследования были какие. Вот. Ну, что именно, 40, 20 метров, 40 дней и проще. Такие даты, геометрия, не знаю. Но я отрицать не берусь. Только я говорю, страшные и непонятные. А нерожденный свыше не может увидеть Царствие Божие. То есть он не проходит сразу. Все. И поэтому я, на меня говорят, и отрицаете вот молитву за умерших. Никогда, ни одного дня, ни одной минуты не было, чтобы отрицал. А просил и прошу, помолитесь. Ну, у меня есть стихотворение. Не спешите меня хоронить. Виктор Николаевич Савченко поет. Вот. Не спешите меня хоронить. Дальше бейте прицельно и точно. Из псалтырии, из тысячи ружей. Враг нахально насядет, окружит. Да. Видите как. Я потом это нигде не считал. Что такое должно быть отношение. Я не отрицаю. Но никому не навязываю. Никогда. Ну, хорошо знает. Говорит, как будто вчера оттуда пришел. Это Алекс Сидяев. Ну, да. Ну, я смотрел, на что он ссылается. Он говорит, что в Писании об этом есть. Но те места Писании, которые он приводил, Конечно, не указывают об этом. Ну, есть то, что князь, господствующий в воздухе. Это есть. Но что оно так, то есть нельзя. Это натяжка все-таки. Да не натяжка. Тут натягивать-то некуда. Кисель, говорит, на шубу. Нельзя. Это бесстрашие. Он же раньше так не говорил. Он, тем более, связан был с сектантами. И вот все-таки это сладкая жизнь. На благовестие он пешком не пойдет. Он негожий для этого. Какой он был, таким и остался. Я его знаю, он в Потеряевке был. Мы обеседовали, да. Я его в Москве посещал больницы. Болящий. Килограмм-то 60 скинуть надо. И тогда можем будем одинаковые. И батные брюки на лесоповал обоих. Там мы поговорим. Ну, вы с ним общались раньше, да? Еще бы. Он такую теорию, там, сейчас не помню. Это все по полочкам разложил дорогой. Я высушил внимательно себе, пишу. Я не знаю, какие у него были мысли. Я потом ему сказал, отец, ты веришь, что Бог открыл истину свою через Слово Божие и дал людям? Ну, конечно. Я ему два или три места привел. Он глаза на меня такие. И что? Я говорю, ничего. Да-да, то, что я говорил, ничего и нет. Он говорит, я говорю, ничего и нет. Так свободно согласились. Ничего и нет. А он там, там обращение, там прилог, середина. Все это обман, батька. Не надо это. Считай Слово Божие, оно само вырешит. Оно обладает чудодейственной силой. Что и сатана не возражает. На три ответа Христа, которые Христос отпарировал его. Он ни разу не возрастил. Да мало ли, что написано. Бумага все терпит. Сразу берется за другое. Достоевский хорошо это описывает. В трех этих искушениях. Все тысячи искушений мира. Сконцентрировал умный дух. Ну, и можно согласиться так. Батюшка Олег Синяев, он, конечно, молодец, что всегда с Библией. И у него все почти лекции, он с Библией. И он заболел одно время. В прошлом году, что ли. А у него, оказывается, так и не было квартиры. Никто и не знал. Ну, и слушай, если что у него нету. И кто-то написал, что у него нет квартиры. Так и люди там в течение нескольких месяцев ему накидали на квартиру денег. То есть люди-то любят его очень. Многие люди. Да. Ну, вот он рассказывает, когда сидит в Чечне был. А там задержали на пункте. А кто подделается? Один подошел. О-о-о! Красная рожа! Да нетрезвый! Пропускайте! Это поп настоящий! И он говорит и смеется сам. Не смеяться, плакать надо будет. То есть образ попа уже есть. Как я нарисовал Репин, Илья Ефимович, и написал рев, зев и лупоглазие. Вот и все. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Благодарю вас. Спасибо, Христос, что зашел. Благодарю. Спасибо. Спасибо.